Здравствуйте. Я сразу же выставила промокод. Скажите, пожалуйста, есть постоянные пользователи Гельтек? Или здесь кто-то первый раз пришел и хочет первый раз познакомиться с косметикой? Поставьте единички, кто первый раз. Отлично. Супер. Супер, Екатерина. Здорово. Мы сегодня поговорим не сколько прям о солнечной линии будет тема, но будет тема про то, как профилактировать гиперпигментацию. Мы поговорим, конечно же, и про солнечную линию, как правильно носить солнцезащитные средства. И поговорим об очищении, как правильно очищать кожу. Да, здорово. И почему я выбрала такую тему? Потому что и косметологи, и просто пользователи косметики, конечно же, сталкиваются с такой проблемой весной и летом. То есть зимой пытаются работать с гиперпигментацией, с состоянием кожи и становится вопрос, что делать с кожей, когда появляется активное солнце. И судорожно люди, во всяком случае в моем окружении, начинают искать какие-то средства, чтобы защитить свою кожу от повреждений. И поэтому я решила немножечко поговорить о пигментации, о гиперпигментации в частности, как правильно очищать лицо. И может быть что-то убрать из зимнего ухода, либо сократить применение. И может быть что-то добавить дополнительно для того, чтобы сохранить кожу здоровой. Это очень важно, потому что нам всем хочется быть красивыми. Это важно. Итак, что такое меланин в первую очередь? Меланин это пигмент, который образуется в базальном слое. И он отвечает за цвет волос, цвет нашей кожи и цвет радужки. И иногда при повреждении где-то на каких-то участках меланина начинает производиться немножко больше и появляются участки гиперпигментации. И они могут быть четко очерчены, либо иметь какую-то такую диффузную окраску, разлитую. И связана эта пигментация с различными факторами. Есть факторы, например, наследственные, если мы говорим о веснушках, в частности. Бывает так, что многие девушки, обладатели веснушек, они стараются отбелить это все дело. И они высветляясь, они получаются немножечко серого цвета. И сейчас узнаем, почему так происходит и почему веснушки, в принципе, ну не совсем, ну совсем не получается вывести. И подходим мы к тому, что кожа, она у нас имеет основные три слоя. Это эпидермис, дерму и гиподерму. И еще у нас в эпидермисе есть пять слоев. И как я уже сказала, на самом первом слое, на базальном у нас образуются, формируются меланоциты, которые отвечают за пигмент. И также этот пигмент, он может попадать еще в дерму. И получается, что пигмент залегает достаточно глубоко. И мы косметическими средствами какими-то не можем достать до глубоких слоев кожи. И давайте посмотрим, какие же факторы могут повлиять на образование гиперпигментации. Ну, понятно, это первое, что это ультрафиолетовое излучение. Это гормональные нарушения, беременность, медикаменты. Также это кокия, комбинированные оральные контрацептивы, антидепрессанты, системные ретиноиды, которые принимаются вовнутрь. Диуретики, гипотензивные препараты и также антибиотики. Например, при длительном лечении может быть такое, что повреждаются какие-то участки кожи, повреждается как бы синтез, определенный механизм в клетке. И также всеми нами любимые препараты, например, часто болит голова, и мы принимаем аностероидные противовоспалительные средства. И они, если их часто применять, они могут являться провоцирующим фактором в появлении гиперпигментации. А также цитрусовый, особенно грейпфрутовый сок. Если его принимать часто, то он тоже может являться пусковым механизмом в развитии гиперпигментации. Аромамасла, которые есть люди, которые любят использовать, занимаются активной ароматерапией, любят использовать аромамасла на лицо. А также это парфюмированная продукция, в частности спирты, которые мы наносим на шею, декольте, на руки, где-то на запястье. Это может являться тоже провоцирующим фактором в развитии гиперпигментации. Ну, естественно, смог, неблагоприятные условия окружающей среды. И еще очень важный момент. Некоторые профессии, связанные с работой, с контактом каких-то химических веществ. И также, например, нефтепродуктов, например, бензин, что-то в этом роде. И вот эти испарения, они могут влиять на кожу негативно, вызывать дерматозы. И вследствие этого развиваются потом пигментированные участки на коже. И что еще хочу сказать, например, к тем средствам, которые, может быть, вы сейчас используете в домашнем уходе, либо в профессиональном, чтобы вы знали, что они могут быть фототоксичными. Ну, не совсем фототоксичны. Это кислоты альфа-гидроксикислоты, бета-гидроксикислоты. Не то, чтобы они фототоксичны, но если их использовать регулярно, часто, в солнечные дни, когда высокий индекс инсоляции, то кожа достаточно сильно оголяется. Оголяется верхний слой эпидермиса, он как бы становится тоненький. И это может тоже являться провоцирующим фактором. Но все зависит от концентрации этих кислот и от PH. То есть чем кислее кислоты, тем они больше повреждают эпидермис. Также коевая кислота и арбутин, гидрохинон у нас, он запрещен в России, но он очень активно, по-моему, в других каких-то странах он разрешен. Он очень хорошо борется с пигментацией, но является очень токсичным препаратом. Кислая форма витамина С, также ретинол. Если вы сейчас используете ретинол в домашних условиях, либо в работе, например, ретиноевые пилинги, то желательно рекомендовать либо использовать SPF-защиту достаточно высокую, либо потихонечку отменять препарат, начать наносить его немножечко реже, например, если вы его наносили каждый день, то через день, потом через два, потом раз в неделю, и потом окончательно отменить. Но есть такие люди, которые используют ретинол топически наружно довольно-таки долго, то есть они умеют с ним обращаться. Ну, эти люди уже знают, что обязательно нужно использовать SPF-50 для того, чтобы не было каких-то неприятных осложнений на коже. И еще один провоцирующий фактор – это павы. Такие как, например, лаурилсульфат. Он содержится в очищающих средствах. Вот если мы не домываем кожу, ну, как бы умыли кожу, ничем ее не обработали и вышли на улицу, вот эти остатки, вот этих вредных пав, они могут служить провоцирующим фактором, так как они являются вообще, в принципе, достаточно агрессивными. И здесь понятно, да, все? Здесь пока нет вопросов. Может быть, какие-то дополнения у вас есть? Может быть, поделитесь со мной своим каким-то опытом. И что хочу сказать, ну, буквально в двух словах о диагностике. Значит, гиперпигментация, она может быть связана еще с, как я уже сказала, с гормональными нарушениями. И это не только женские половые гормоны, но это может быть связано с нарушением каких-то других видов гормонов, например, щитовидной железы. И поэтому для того, чтобы лечить пигментацию, либо ее профилактировать, нужно сначала выяснить, с чем она связана. Либо она достаточно поверхностная и связана она с травматизацией неправильной эпидермиса, либо она связана с какими-то внутренними нарушениями. И дерматолог вам поможет в этом. И дерматолог, косметолог проконсультирует. И есть такой аппарат, как дерматоскоп, который видит глубоко, где залегает пигмент и может определить примерно, какой диагноз поставить, что это за пигментное пятно. И лампа ВУДА, наша самая обычная, она видит эпидермальную пигментацию. Да, SPF нужно наносить только перед тем, как вы выходите на улицу. Ну и в любом случае, если вы находитесь на улице, например, достаточно долго и уровень инсоляции высокий, скажем так, от 3-4, то и выше, то желательно SPF каждые 2 часа обновлять. И дальше мы будем говорить как. Спасибо за вопрос. И вот примерно... Прекрасно, здорово. Ну да, лучше поберечь себя, лучше... Сейчас поговорим, что можно использовать. Да, тем более, да, тем более южный регион, уровень инсоляции уже достаточно высокий. И сейчас поговорим, какие факты, вернее, простите, какие виды пигментации бывают, ну такие самые основные, с которыми мы часто сталкиваемся. Как я уже сказала, это веснушки эфелиды, они связаны с генетической предрасположенностью. Я не совсем поняла, сколько надо ждать после нанесения крема солнцезащитного и тонального крема. Между ними... Ну, смотрите, нужно вообще понять, какой SPF-фактор содержит тональный крем, если вы его наносите на солнцезащитный крем. Потому что, как правило, экраном работает самое верхнее средство, которое вы наносите. Все-таки, если это SPF-защита, то лучше наносить ее сверху, там, например, BB или CC, крема какие-то, если вам нужны тональные средства. Ну, сколько нужно ждать до полного впитывания, где-то, я думаю, что минут 15-20, и потом нанести тональное средство, если уж так. Ну, я сторонник того, что если вы выходите на улицу и находитесь где-то на солнце достаточно долго, то все-таки SPF-фактор должен лежать последним на лице. Обязательно важно смотреть прогноз погоды, где указан уровень инсоляции. И дальше мы будем говорить, какие SPF-кремы с каким фактором защиты, на какой уровень инсоляции лучше применять. Итак, эфелиды. Я уже говорила, что если мы их отбеливаем, то есть это достаточно глубокое залегание пигмента. Пигмент залегает в дерме, и в эпидермисе, и в дерме. И когда мы его отбеливаем, он становится такого не очень красивого оттенка, такого голубовато-серого. Кажется, что веснушки отбеливаются, но они становятся просто серенькими такими. И потом при каких-то провоцирующих факторах они все равно снова появляются. Также это относится и к возрастной гиперпигментации лентига, которая тоже очень глубоко залегает. И вообще такие глубоко залегающие пигменты, их лечат уже с помощью аппаратных методик глубоких, какого-то такого неаблетивного лазера, либо фототерапии, ну, как бы это уже с консультацией со специалистом. Еще один вид гиперпигментации – это мелазма. Пятна, они часто появляются во время беременности, после беременности, во время применения оральных контрацептивов, нарушения гормональных. Пигмент достаточно высоко залегает в эпидермисе, поэтому с ним можно бороться и аппаратными методиками, и наружными средствами. Мелазмы, они часто появляются на боковых поверхностях щек, на лбу, на боковых поверхностях шеи. Они такие разлитые и могут сливаться в одно пятно постепенно. И, конечно, если уже есть этот пигмент, то желательно, если вы его лечили, если вы его, скажем так, выводили зимой, то желательно, конечно, послушать дальше, что нужно делать, чтобы не было провоцирующего фактора, чтобы она снова потемнела. Еще один вид пигментации – это вторичная воспалительная гиперпигментация. Это, например, постакне. Это после порезов, папул, после не совсем правильно проведенных пилингов, когда какие-то участки более глубоко провалились, какие-то менее взялись, и потом на этих местах появились как бы такие неграсивые пятна. Они залегают тоже достаточно высоко, потому что в основном пилинги у нас делаются только до, ну, скажем так, до базального слоя, то есть до дермы практически. Ну, это уже серьезные процедуры какие-то, которые делаются в условиях клиники. Есть еще разновидность, как токсическая меланодермия, которая вот как раз-таки связана с вредным производством. Лекарственная гиперпигментация и очень грозное осложнение – это новообразование меланома. И если, например, есть, там, скажем, невус, который потемнел, если он начал чесаться, воспаляться, если, там, например, в этой родинке никогда не росло никаких волос и вдруг они появились, то желательно обратиться к дерматологу-онкологу с этим вопросом, либо если родинки, которые вы постоянно травмируете, да, и они начали воспаляться, то это как бы тревожный сигнал, и лучше все-таки обратиться и посмотреть, все ли там хорошо. Ну, хотелось бы, конечно, посмотреть, ну, что вы делаете еще. Вот, помимо вот этой отбеливающей сыворотки, может быть, стоит еще применять, например, наш лосьон с ахокислотами, освежающий тоник, вернее, либо, может быть, какие-то дополнительные отшелушивающие средства, которые будут еще помогать стимуляции, вот кератиноцитов. Возможно, возможно, знаете как, обычно поверхностная пигментация, она лечится как? Она отшелушивается, салициловый тоник, пробиоскин тоник, пробиоскин, салициловый тоник, ну, да, салициловый тоник, да, хороший кератолитик, и пектиновая маска. Но, не знаю, что вам сказать, вообще все правильно вы делаете, на самом деле. И пектиновую маску, это, сейчас, это энзимная пектиновая маска, да, это вот такая вот, сиреневенькая. Но пектиновую маску, все-таки ее часто использовать нельзя. Отложили. Знаете, что я могу вам порекомендовать? Есть пектиновая маска, салициловый гель, у нас он слабокислый, его можно применять, в принципе, всесезонно, и там, PH3 и 5, его можно применять на ночь, перед нанесением сыворотки. И, салициловый тоник, применять, ну, где-то там, раза два в неделю. Вот. Вы в Москве живете. Я так поняла. Ну, в общем-то, здесь еще далеко до солнца, в общем-то, ничего страшного, и я думаю, что вы пользуетесь SPF-ом, поэтому все, поэтому все будет хорошо. Ну, может быть, вы еще дополнительно позвоните специалистам, или мне как-то в Ростовской области. Может быть, еще либо мне передадут. Да, отлично. Вопрос. То есть, нужно индивидуально разобраться, посмотреть, какая кожа, и индивидуально посмотреть, подобрать для вас уход, для того, чтобы побороться с этим пигментом. В Ростовской области уже тепло, там уже хорошо. Пожалуйста. Еще такой момент, что нужно посмотреть, насколько в Ростове снежная пурга, быть такого не может, неужели? Еще нужно посмотреть, насколько глубоко все-таки залегает пигмент. То есть, может быть, обратитесь, сходите куда-нибудь к дерматологу, где есть дерматоскоп, посмотрите все-таки залегание пигмента. Вот. Он все-таки эпидермальный или дермальный? То есть, он в эпидермисе находится или немножечко глубже базальной мембраны? Вот. Это важный момент. И, ну, я как бы так, для общего развития просто показать вам, какой вот меланоцит, меланоцит? поищите. Какой меланоцит? Он такой вот рогатенький, и вот в нем, видите, есть митохондрии. И они отвечают за энергию клетки, они вырабатывают огромное количество энергии, и они иногда служат пусковым механизмом для преждевременного старения и гиперпигментации, к сожалению. Вот в нашем организме как есть как и хорошее, также есть и не очень хорошее, как бы, антагонисты. И я обо всем сейчас еще подробнее расскажу. И вот как раз-таки то, о чем я говорила, выделяют два типа гипермеланоза, гиперпигментации. Это дермальный и эпидермальный, эпидермальный мы можем лечить наружными средствами, а дермальный мы уже должны подключать какие-то более серьезные вещи, например, какие-то аппаратные методики. И вот если говорить об эпидермальной пигментации, то она может быть ограниченной, например, плоский невуст, родиночки наши такие, и диффузные, вот как раз-таки хлазмы, например, веснушки, хлазмы и мелазмы. Ну, в общем-то, сейчас я немножечко еще, наверное, проговорю о том, что будет дальше, и мы будем разбирать очищающие средства, как их использовать, и мне бы хотелось еще сказать, немножко опередить разговор наш, что очень важно понимать, что в уходе, вот сейчас весенне-летнем уходе должно присутствовать большое количество антиоксидантов и увлажняющих средств для борьбы со свободными радикалами. То есть у нас есть свободные радикалы, которые повреждают здоровые клетки и как следствие происходит реакция перекисного окисления липидов и дальше гликация коллагена, которая необратима. И вот свободные радикалы, они являются пусковым механизмом для фотостарения и также для гиперпигментации. И да, еще что важно, ну, потом мы еще тоже поговорим про это, что вот эти антиоксиданты, их можно применять и наружу, то есть это наружные средства наши, гельтек, например, либо какие-то другие, которые вы применяете. И важно принимать антиоксиданты внутрь. Это в виде БАДов, например, каких-то, в виде микроэлементов, витаминов и каких-то еще каких-то биодобавок. И дальше у нас очищающие средства, их у нас не так много. И вот вы видите, что я нарисовала стрелочки от гидрофильного масла, которые, эти стрелочки, они идут во все стороны. То есть гидрофильное масло, его в принципе можно использовать для любого типа кожи, особенно для жирного типа кожи, либо использовать, если вы применяете активно СПФ-кремы. На отдыхе, например, либо в теплых регионах нам девушки писали, что еще. Это логично, 5 пептидов на ночь и Си Энерджи утром, это логично. На время тестирования отбеливающего крема, для чистоты эксперимента. Ну вот нужно все-таки индивидуально с вами поговорить, разобраться в вашем уходе, чтобы как-то его сгармонизировать, чтобы понять, что именно не работает. И все-таки нужно посмотреть действительно, где залегает пигмент. Вот, это важно. Итак, гидрофильное масло, оно, можно сказать, универсальное. И в чем еще отличие наших очищающих средств, что все они содержат очень мягкий пав, кокогликозид, помните, я там говорила лаурилсульфат и ему подобные, то есть они достаточно жесткие, агрессивные, то есть у нас таких пав нет. Практически мало отдушек в наших скоро будет. Ну, я не знаю, конечно, я ни в коем случае это я так ляпнула просто. Ну, в общем-то, мы всегда на связи. У нас сейчас, кстати говоря, запущен такой проект, как онлайн-косметологи, то есть вы также, например, как вот вебинаре, но вы можете общаться непосредственно с косметологом и обсудить вот все нюансы вашего ухода. То есть не обязательно, что вот прям проблема какая-то, например, с тестовым образцом или просто какая-то проблема образовалась, но можно также проконсультироваться, как подобрать себе уход, какое лучше очищающее средство взять, если базовый уход есть, то что можно приобрести дополнительно. Хорошо. Ну вот у нас запустился проект буквально со вчерашнего дня онлайн-косметология еще еще дополнительно. И об очищающих средствах. Я уже сказала про гидрофильное масло. Я думаю, что да, будет. Обычно всегда запись происходит. Я думаю, что конечно присоединяйтесь. Ну, вы немного пропустили, мы немножечко поговорили про пигментацию, сейчас мы начинаем про очищающие средства. И так, десятый раз я говорю про гидрофильное масло. Оно универсальное и его можно использовать и для жирной кожи, и например, если вы используете СПФ-кремы особенно, если это плотные СПФ-кремы, если вы часто пользуетесь косметикой декоративной, например, влагостойкой или водостойкой, тональными какими-то плотными основами, то гидрофильное масло это как раз продукт выбора в вашем уходе. Как его можно использовать? Почему стрелочки? Все-таки хочу договорить, что гидрофильным маслом мы сначала умываем лицо, убираем косметику, то есть масляной текстурой мы разрушаем эту сцепку с жирами, убираем косметику, либо излишки себума, и дальше вторым этапом мы можем использовать либо муссы, у нас два мусса, либо очищающий гель, то есть домывая лицо. И что еще хочу сказать, в гидрофильном масле тоже очень мягкий очищающий паф, он, то есть не паф, а масло миндальное, это не минеральное масло, и после умывания не остается ощущения пленочки на коже, что очень важно. Итак, давайте разберем каждое средство отдельно. чтобы смывать СПФ, да, можно, конечно, а единственное, что вы обязательно должны использовать какие-то свои средства домашнего ухода по своему типу кожи. Еще, кстати, хочу сказать, помимо того, что мы сегодня говорим о гиперпигментации, еще очень важно определить правильно свой тип кожи. это основной столб, такой залог вашей здоровой кожи, если вы определяете свой тип кожи правильно. Это может быть и жирная, обезвоженная кожа, это может быть и нормальная кожа тоже с какими-то повреждениями и так далее. Да, ни одно из наших средств не раздражает кожу, глаз. Также я еще хочу сказать, я вот, кстати говоря, не включила в презентацию, но у нас еще есть блефорогель очищения, его можно использовать как мицеллярный гель, его можно наносить на ватные спонжи, например, если особо чувствительные глаза после оперативных вмешательств, либо вы где-то в поездках, можно нанести на ватные спонжи и как бы приложить к глазам, либо к тем частям, которые вам нужно очистить, немножечко промокнуть и протереть. И вот блефорогель очищения, он работает как, ну скажем так, мицеллярный гель. И ни одно из этих средств не раздражает глаза, так как кокогликозид, он как бы очень мягкий пав. И кстати говоря, вот про очищающий гель, его в общем-то он настолько безопасен, что его можно в принципе использовать и для детей. То есть даже если вы можете посмотреть вот очищающие павы в составе некоторых там продуктов не наших, то есть вы увидите, ну например детских, вы увидите достаточно жесткие павы в некоторых из них, например. Ну не вредит, если вы смываете СПФ, если вы что-то смываете, либо у вас жирная кожа, то тогда не вредит. Если вы с утра просто умываетесь и у вас сухая нормальная комбинированная кожа, то есть вы не чувствуете излишков себума, то вам лучше все-таки приобрести два продукта, либо гель и гидрофильное масло, либо один из наших муссов на утро. Итак, гель очищающий, он действительно не щиплет глазки с очень мягкими экстрактами гомомелиса, то есть успокаивающие экстракты зеленый чай алоэ вера. Он гелевые текстуры, то есть желательно наносить вообще гидрофильное масло и гель наносить на влажную кожу для того, чтобы у вас было более комфортное ощущение, скажем так, смывания этого геля. Он очень легко смывается, ну в принципе он не сильно пенится, но в принципе он хорошо смывает и косметику, и в утреннем умывании в принципе он достаточно комфортен, не сушит кожу, не оставляет пленочки. Так, я все увидела. Можете поставить мне единички, кто еще пользуется гелем очищающим. Просто мне кажется это вот наш такой самый топовый, самый продукт. Супер. Круто. Я тоже пользуюсь гелем очищающим, мне очень нравится. Я очень довольна. и в принципе он подходит для любого типа кожи, учитывая, что у меня сухой тип кожи, мне вообще я до знакомства с гельтек, я вообще гелевыми текстурами не пользовалась. Но это вот первый продукт гелевый, который подошел для моей кожи, и абсолютно я вот прям супер довольна. Следующий продукт это очищающий мус. Да, да, я согласна. Но знаете, я сегодня не включила особо серию ЗЮ, так как у нас основная линия гельтек, но в общем-то в ЗЮ больше каких-то там природных компонентов, гидролаты всевозможные, и также очищающие павы очень мягкие, то есть это биокосметика. Следующий продукт это очищающий мус с алоэ вера. Ну, у меня его нет, дальше будет еще очищающий мус с витамином С, по органолептике они очень похожи. Геля ЗЮ, да, Forever, ну, да, он классный. Попробуйте линия ЗЮ, они, по-моему, все идут в расфасовке по 150 миллилитров, когда, например, в профессиональной линии гельтек у нас есть и пробнички маленькие по 5 миллилитров, и по 100 миллилитров, и по 200 миллилитров, вот, если говорить о тониках и умывашках, то есть вот маленькие 100 миллилитров, их, по-моему, можно, разрешено брать с собой вручную кладь, что очень удобно. Что касаемо очищающих муссов, например, с алоэ вера и еще у нас мусс с витамином С, я сразу его покажу, вот он вот такой, они очень приятные по органолептике, я не знаю, может быть, вот, и здесь, вот видите, вот такой дозатор, здесь пенообразователь еще есть, то есть там жидкая среда, и при выдавливании, то есть у нас понятно, что очищающих муссов не может быть пробников, так как нужно еще делать пенообразователь, он очень приятный, очень-очень-очень нежный, и вот выдавливая, то есть его сначала наносите на лицо, а потом уже наносите водичку и смываете, вот видите, я даже у меня как крем получилось, я нанесла, он у меня полностью впитался и даже не оставил пленочку, ну, конечно, я руки потом помою, и полоксомер 184 это самый безопасный паф, который вообще существует, также в очищающем муссе алоэ вера, в нем содержится, он, во-первых, такого приятного, такой приятный цветочный аромат, приятная еще, еще раз повторюсь, органолептика, кока-гликозид и мягкий состав, это сок алоэ вера, фокогель, ну, понятно, что очищающее средство мы достаточно быстро смываем, поэтому увлажняющие компоненты, они не сильно важны, но в любом случае, как бы все вот эти компоненты, они в рабочем составе, то есть ничего повреждающего водно-липидную мантию. И, в общем-то, если вот девушка, не помню, как зовут, простите, задавала вопрос гидрофильным маслом, вот, умывается после использования СПФ, вы можете, в общем-то, взять, например, мусс алоэ вера для утреннего умывания, для утреннего очищения. Все это поверхностное очищение, да, то есть мы говорим о том, что мы просто смываем там остатки, вернее, пыль, если вы не используете косметику, либо косметику также можно смывать очищающими муссами, но все-таки, если вы используете такую плотную декоративную косметику, то все-таки еще использовать лучше и гидрофильное масло, оно лучше очищает, либо двухкратное очищение гелем очищающим, либо очищающими муссами. И вот, посмотрите, ну, обычно мы как бы дифференцируем очищающий мусс витамином С, мы рекомендуем для женщин, например, с куперозом, либо уже с признаками, первыми признаками старения, ну, так как содержится экстракт, экстрактов чуть побольше, да, плюс витамин С, пантенол, имбирь, мята, мелиса, белый чай, все компоненты, которые как бы успокаивают кожу, увлажняют ее в том, в том числе очищая при этом. и вот оно, наша гордость, гидрофильное масло, которое вот не оставляет пленочки, не содержит минеральных масел, а содержит, вот, как я уже говорила, миндальное масло и снимает хорошо любой макияж, и также я еще раз повторюсь, летом, либо кто сейчас живет где-то в солнечных регионах и использует высокий СПФ, то тоже подойдет гидрофильное масло, очень хорошо очищает кожу, растворяет вот эти вот все связи и убирает как бы с кожи. Заговорилась немножко. Так, с очищением все понятно. И у нас лосьон очищающий для снятия макияжа по типу мицеллярной воды. Ну, в общем-то, используется как мицеллярная вода. Она жидкая, не пенится, она не масляная, и, как я уже вот в предыдущем слайде говорила, полаксомер 184, один из самых сейчас в мире безопасных мягких павов. И плюс ко всему еще, видите, вот такой как бы коктейль из экстрактов зеленый чай, ромашка, гомомелис, депантенол. Оно используется так же, как любая мицеллярная вода, наносится на диск, прикладывается, например, к тому месту, которое нужно очистить. и часто мы рекомендуем лосьон очищающий, вот если люди едут в отпуск, и для того, чтобы, если люди используют SPF, особенно 50, его нужно сначала очистить, для того, чтобы, в общем, так, опять я заговорилась немножко, мы обновляем SPF-крем каждые 2-3 часа. И для того, чтобы обновить SPF-крем, нам нужно старый SPF-крем смыть, домыть, да, снять прошлое нанесение, совершенно верно, спасибо огромное, и потом нанести снова SPF-50. И вот здесь как бы лосьон очищающий, он хорошо в этом плане помогает. вот таким образом. В общем-то, мы сейчас проговорили про очищающие средства, есть ли какие-то вопросы. Если нет вопросов, мы можем идти дальше. Дальше у нас будет тонизация и дальше еще глубокое очищение. лосьоном смыли крем, но если у вас есть какая-то бутылочка, если есть возможность умыться, то да, водичкой смыли и потому что да, в любом случае здесь содержатся павы, хотя они самые безопасные, можно в течение дня нанести не смывая водой, но лучше, если у вас есть бутылочка с собой воды, еще смыть и обновить SPF-крем. Так будет вообще идеальный вариант. Лосьона можно снять SPF для обновления его, если вы, например, где-то находитесь на отдыхе, на пляже, то есть вы, например, искупались, прошло 2-3 часа, после первого нанесения вы очищаете кожу этим лосьоном и наносите новый слой SPF-крема. очищающая я не могу переключиться я все на SPF-е. Очищающее средство, гель очищающий, он подходит для атопиков. У нас есть пробники, если вы находитесь в Москве, у нас есть центр диагностики кожи, где вы можете получить пробник, попробовать его на ребенке, но, как правило, мы рекомендуем вот как раз таки наш универсальный очищающий гель именно для атопиков, для людей, которые используют какие-то лечебные топические препараты на данный момент, когда кожа раздражена достаточно сильно. Так. И дальше у нас тоники. Смотрите, в чем отличие наших тоников от большинства других производителей, то, что наши тоники, самые настоящие тоники, которые не содержат никаких поверхностно-активных веществ. То есть, они содержат только то, что вот заявлено в составе. То есть, это какие-то полезные компоненты, это водичка с полезными компонентами, без содержания поверхностно-активных веществ, которые, опять же, я проговорю, нужно смывать, потому что, если они лежат на коже достаточно долго, они раздражают водно-липидную мантию. Прекрасно. Смотрите, вот тоник для жирной проблемной кожи, это в принципе название у него такое, вроде бы, кажется, что должен либо пересушивать, как правило, либо еще как-то действовать достаточно жестко. Но на самом деле, если посмотреть по составу, то этот тоник, он больше такой успокаивающий, восстанавливающий. То есть, что он содержит? Он содержит цинк, коламин и экстракт планктона, зеленый чай, гомомелис, то есть, он достаточно такой нейтральный, спокойный. И как раз-таки вот цинк, коламин и планктон, они борются с гиперсекрецией сальных желез и в том числе, в частности, успокаивают кожу. И его можно, в принципе, применять при аппаратных каких-то методиках. В общем-то, этот тоник не содержит ни кислот, ни спиртов, поэтому подросткам его использовать просто замечательно. Следующий тоник, тоник с гидролизатом коллагена. Я хотела вам тоник показать. А вот для жирной проблемной кожи он вот такой вот, 200 миллилитров. и еще вот, смотрите, его можно наносить, то есть, здесь распылитель достаточно хороший, его можно наносить на лицо в виде такого гидролата, либо, ну, как термальную водичку. Вот, особенно для подростков это очень, мне кажется, полезно. То есть, может быть, в течение дня, если, например, дети занимаются спортом. Да, он успокаивает больше, ну, не подсушивает, наверное, может быть, больше успокаивает кожу. Следующий тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера, он с таким же распылителем, очень мягким, его можно также использовать как вуаль на лицо, можно использовать его поверх косметики при легком нанесении это сейчас про алоэ вера, я говорю, а, это про алоэ вера, я сейчас говорю, мы уже перешли, алоэ вера хорошо заживляет, успокаивает кожу, можно использовать его под аппаратные методики, если у вас есть какие-то домашние гаджеты, например, микротоковая терапия, либо, если здесь есть косметологи, то это универсальный тоник для использования, например, до чистки, после чистки, он убирает раздражение, подсушивает, я не знаю, может быть, наоборот, алоэ вера и коллаген, они, наоборот, восстанавливают вот на липидную мантию, но, может быть, алоэ вера, может быть, просто мы немножко друг друга не поняли, за счет того, что алоэ вера хорошо заживляет, вообще, этот тоник, я сейчас расскажу, как его можно использовать с гелем интенсив регенерация в летний период времени, он, в принципе, очень хорошо заживляет, да, он заживляет воспаление, в том числе, то есть, видите, алоэ вера, он является противовоспалительным компонентом, раздражение, шелушение, и, как я уже сказала, его можно наносить поверх макияжа, и, да, замечательно, и вот смотрите, я в конце буду рассказывать еще о геле интенсив регенерация, вот если вы едете куда-то в солнечную страну или поедете, если ваши дети или вы сами, вот часто мужья, да, у нас сгорают, да, на солнце, обгорают, красные такие ходят, вот как раз таки тоник алоэ вера и гель интенсив регенерация помогут быстро снять болезненные вот эти вот симптомы, то есть, вечером нанести, чтобы утром человек снова мог активно отдыхать и пользоваться периодом отпуска безболезненно. Я тоже так считаю, потому что, ну, вообще у нас у всех, вот у наших детей в аптечке обязательно гель интенсив регенерация лежит, да, в сумочке. Я вот даже мне на маникюре чуть-чуть порезали палец, я вчера вот помазала, у меня сегодня уже прям практически прошло все. Ну, вот удивительно, но это так работает, да. И кто пользуется давно нашими средствами, знает, что мы говорим правду. И следующее средство, это тоник с гиалуроновой кислотой эластина. Он погуще, то есть, он сейчас не вижу. да, отлично, видите, ну, действительно, гель интенсив регенерация, он действительно хорошо очень заживляет кожу. И следующий тоник, это тоник с гиалуроновой кислотой и эластином, у него распылителя такого, как в предыдущем тонике, нет, его нужно обязательно наносить на ватные диски, либо использовать как эссенцию на руки, то есть, капнуть на руку и нанести вот такими движениями. То есть, его распылить невозможно за счет того, что в состав в состав гиалуроновая кислота, она немножечко вязкая, поэтому, но этот тоник очень хорошо увлажняет кожу. В принципе, его можно использовать как эссенцию, как легкую сыворотку, да, этот тоник очень хорошо увлажняет, он, как я уже только что сказала, его можно использовать как легкую сыворотку. То же самое в дороге, незаменимая вещь для того, чтобы увлажнить и как бы 10 в 1, скажем так, как такой вот легкий эконом-вариант, например, куда-то при перелетах, в командировках, когда не хочется брать много уходовых средств, тогда действительно этот тоник с гиалуроновой кислотой прям хорошо будет увлажнять и помогать при, ну, скажем так, при переездах восстанавливать кожу. Также он подходит для микротоковой терапии, для лазерной терапии, его можно как эконом-вариант, например, если это в кабинете косметолога наносить как сыворотку, да, делать какие-то процедуры, либо вы, например, не знаете, не пользовались никогда этой косметикой, то есть первый раз хотите что-то приобрести в себе в работу, вы можете, в принципе, попробовать его, если у вас есть аппараты какие-то, микротоки, там минимальные что-то, ионов, РС, может быть, гальваника, в принципе, вот подойдет вот этот тоник. Это все, что можно было, что можно применять сейчас. Освежающий тоник с ахокислотами. Нет, у нас, у нас нет салона, у нас только центр диагностики кожи на Пятницкой, и все. Есть специалисты, которые работают на косметике Гельтек, и работают с аппаратными методиками. Что-то с Дарсонвалем. Ну, Дарсонваль вообще применяется на сухой коже, поэтому я думаю, что можно Дарсонваль применить между нашими средствами. Либо, ну, да, между, ну, либо в самом конце, но лучше все-таки провести Дарсонвализацию и дальше уже, ну, у нас нет каких-то таких сильно пересушивающих средств. У нас есть маска Севабаланс, вот такая вот маска, она на основе коалина, в частности, но она не высыхает до такой степени, чтобы по ней проводить Дарсонваль. Вот, то есть вы можете провести Дарсонваль, потом нанести эту маску. Она и отбеливающим, кстати говоря, эффектом будет обладать, и поры подтянет, и увлажнит кожу в том числе. Да, попробуйте обязательно, потому что я вот даже для своей сухой кожи я ее просто попробовала, мне, честно говоря, понравилось. У меня лицо такое свежее было, и у меня не было ощущения пересушенности даже в тот момент, пока у меня маска была на лице. И следующее это освежающий тоник с ахокислотами. Да, можете раз в неделю, можете, это будет поверхностная помощь при применении сыворотки. Освежающий тоник с ахокислотами, его лучше применять в вечернее время, но смотрите, если вы живете в регионе, где индекс инсоляции гораздо выше трех, там, например, шесть, семь, то лучше освежающий тоник отложить, либо использовать, не забывать, обязательно использовать SPF 50+, либо отложить его, если вы все-таки знаете за собой такое, что вы можете забыть нанести SPF, то лучше отложить его до того времени, пока инсоляция не уменьшится, ну, по крайней мере, до трех-четырех. Здесь, в общем-то, очень поверхностное воздействие АХ-кислотами будет, но в любом случае лучше перестраховаться, так как все-таки здесь и АХ-кислоты есть, и немножечко салициловой кислоты есть, но, в общем-то, тоник с АХ-кислотами, он подходит и для кожи с гиперкератозом, и для жирной кожи, в общем-то, аккуратно, если активное солнце, то используйте его аккуратно, обязательно с SPF-кремом. да, можно применять. все гелевые текстуры можно применять с аппаратными методиками, они все электропроводимые, еще лосьон, я Эльвира, еще есть лосьон и гель для дезинкрустации, можно его, да, гель для дезинкрустации вы также наносите под пленочку на 20 минут и делайте ультразвуковую чистку, да, можно так же делать спокойно, а я ответила на ваши вопросы, а, Татьяна выше спросила, спасибо, спасибо, что мне кто-то помогает, и так, освежающий тоник, всем понятно, как его использовать, да, то есть все-таки, несмотря на то, что здесь слабокислый АПАЖ и, в принципе, практически, как мы уже выяснили в начале нашей лекции, что АХ-кислота, они, в принципе, не являются фоточувствительными такими средствами, но, в любом случае, если ваш регион достаточно солнечный, либо индекс инсоляции достаточно высокий, то лучше не забывать использовать СПФ-крем. может быть, кто-то сейчас использует, может быть, кто-то давно использует тоник с АХ-кислотами, нравится ли кому-нибудь. у меня что-то вот тут презентация немножечко сбилась, я прошу прощения, почему-то у меня немножко слова съехали. Да, пожалуйста, Татьяна, я просто не увидела вопрос, спасибо, что мне напомнили. И смотрите, маска энзимная пектиновая, здесь уже мы переходим к глубокому очищению кожи, то есть, в принципе, и освежающий тоник с АХ-кислотами можно тоже отнести тоже глубокому очищению, потому что там все-таки АХ-кислоты содержатся в большом количестве, то есть, их много. Они поверхностные очень, но их много. И маска энзимная пектиновая, ее тоже, в общем-то, можно продолжать использовать в весенне-летний период, ничего страшного в этом нет, она достаточно мягко отшелушивает, она разрыхляет, вот, особенно у людей жирной кожи, у кого комедонов очень много. Да, классно чистит поры, даже без аппаратов, я абсолютно согласна. Вот, пектин и полмойст, это папаин, да, энзим такой, молочная кислота, они хорошо разрыхляют верхний слой эпидермиса, вот эти вот пробочки, особенно у кого густой севу, может быть связан с работой, может быть связана с гормональными какими-то изменениями, может быть временно, например, у людей такой густой иногда себум бывает на фоне какого-то лечения временного, либо когда человек болеет, когда немножечко интоксикация какая-то в организме происходит, вот, то секрет становится густой и поры становятся такие, то есть они забиваются, кожа не отшелушивается в этот период, потому что липидный слой достаточно плотный и кератиноциты они не могут отшелушиться, то в помощь вот маска энзимная пектиновая, ее можно использовать один-два раза в день, ее можно наносить и под пленку, и наносить на 10-15 минут, и просто проводить массажными движениями, то есть вы два в одно можете сочетать дома, вы можете просто ее нанести и провести, то есть что любят энзимы, энзимы любят тепло и влагу, влажными ручками сделать такой легкий самомассаж лимфодренажный, первое, вы уберете отеки, сейчас минутку не вижу, быстро, маска классно чистит, после нее как раз рекомендуют маску стоп-акне по рассуживающую, у нас есть сыворотка стоп-акне и маска Себа-баланс, вот, можно, да, после нее нанести маску Себа-баланс и если есть проблемы в виде высыпаний на кожу, можно сыворотку стоп-акне следом нанести, да, на вебинаре онлайн, да, да, один-два раза в неделю, в неделю, я в день сказала, я, значит, просто оговорилась, но мне кажется, я сказала один-два раза в неделю, один-два раза в неделю, ни в коем случае один-два раза в день, нет, конечно же, как я уже сказала, то есть вы сможете сочетать и уход за собой, ну, извините, пожалуйста, я как-то не услышала себя, нет, конечно же, спасибо, что заметили, спасибо, что поправили, потому что некоторые могли услышать меня тоже и, например, сделать неправильно, прям вы меня спасли, Диана, и вы можете совместить и самомассаж лимфодренажный, то есть убрать, например, в течение дня собравшуюся пастозность какую-то на лице, серый цвет лица, то есть ее можно использовать и для, не только для проблемной кожи, у которой там поры, да, какие-то загрязненные, но также можно использовать ее, если у человека гиперкератоз, если человек, например, серый такой землистый цвет лица, называется кожа курильщика, но это не обязательно кожа курильщика, она просто серая, атоничная, мы очень много времени проводим, например, в работе там за компьютером, у нас нарушена осанка, отток крови нарушен, и, в общем-то, то же самое можно использовать при вот таком типе кожи, да, я тоже ее очень люблю, действительно, не срабатывает, вот смотрите, вы не переживайте, в любом случае, я сейчас еще раз напишу, но вы не переживайте, ее повторят, его повторят, это апреля, ой, все правильно, нет, я все правильно написала, так, ну, по-моему, сейчас больше нет никаких ошибок, нет никаких, пожалуйста, больше нет никаких проблем с этой маской, то есть, понятно, не только на загрязненную кожу, ее также можно нанести на 20 минут под пленочку и провести ультразвуковую чистку, но также можно ее использовать и вот просто в домашнем уходе, вместе с коротким лимфодренажным массажем, и не только на жирную кожу, но и на кожу атоничную, такую серую, уставшую, можно ее сделать, если, кстати говоря, мы дальше дойдем до этого, можно ее сделать перед нанесением нашего химического всесезонного пилинга, это будет экспресс лифтинг такой красивый, если вместе с пилингом, гель пектиновый, здесь слабокислая PH, и в общем-то можно использовать этот гель ежедневно, каждый вечер, например, утром сыворотка стоп-акне, вечером гель пектиновый, здесь слабокислая PH, поэтому ничего страшного, но в любом случае, если вы используете какие-то мягкие отшелушивающие средства, и солнце все-таки оно достаточно агрессивное сейчас у нас, поэтому лучше использовать всегда SPF, хотя бы минимальный какой-то. Дальше я поговорю, проговорю про кремы с разным SPF, у нас есть увлажняющий крем с SPF 10 минимальным, также крем для, нет, гель пектиновый можно не смывать, также крем для комбинированной кожи с SPF 15, совсем-совсем легкого пилинга, и также гель пектиновый можно наносить под пленочку тоже на 20 минут, и он будет обладать таким разрыхляющим действием, то есть если у вас уже есть гель пектиновый, то в принципе можно его использовать и перед чистками ультразвуковыми, следующее средство это отшелушивающий лосьон салициловый двухпроцентный, этот лосьон не содержит спирта, что очень важно, то есть он не пересушивает кожу, а бутиленгликоль, пропиленгликоль, они еще обладают таким легким увлажняющим действием, то есть он такой немножечко за счет того, что там салициловая кислота, он такой немножечко масляной структуры и он подходит для кожи склонной к воспалениям, да, сухости нет совсем, а также вообще отшелушивающий лосьон, он хороший, вообще салициловая кислота, это хороший кератолитик, поэтому даже если вы его используете еще дополнительно на руки, на локте, там, где у вас есть явление гиперкератоза, то в общем-то тоже неплохо, и плюс ко всему он еще и не пересушивает кожу, единственное, что после отшелушивающего лосьона нужно нанести какой-то крем, кстати, у меня в презентации нет этого крема, но я хочу вам немножечко прорекламировать наш крем для рук, он действительно удивительный, он очень хорошо увлажняет, но и в то же время у него нет чувства липкости, либо он не жирный, он не оставляет жирных пятен на столе, на бумаге, то есть он очень комфортный и очень хорошо действительно смягчает кожу. Да, салицилы Дмайя, ну как бы Дмайя это как бы компонент такой, который он в структуре клетки содержится, поэтому да, и этот отшелушивающий лосьон, как я уже сказала, он хорошо размягчает комедоны, если это жирная кожа, также он может убирать явление гиперкератоза. Да, действительно восторг, я на самом деле очень придирчива к этим вещам, потому что ну во-первых я еще плюс ко всему практикующий косметолог и руки конечно это самое травматичное место на теле, поэтому крем для рук я вообще не могла подобрать до этого. следующее средство можно сказать кремовый такой флюид легкая такая эмульсия на основе АХ-кислот не содержит практически жиров со слабокислым ФАЖ Салициловый лосьон да, его можно в принципе точечно нанести, но знаете, я бы вам больше посоветовала посоветовала бы, знаете, у нас есть сыворотка стоп-акне и вот интересно, она есть у меня? Нет, ее у меня нет, но она ну вот как бы такая маленькая, вот ее лучше точно нанести, потому что там содержится азолаиновая кислота, которая как раз таки будет успокаивать и уменьшать воспаление и также стоп-акне можно наносить на герпетические высыпания на лице ну вот чаще всего это губа да, у большинства 90% людей крем для рук да, он отличный, то есть какой-то пролонгированный эффект он имеет я согласна с вами я это протестировала кстати говоря я сегодня только подумала об этом потому что я уже нанесла крем и думала уже все ничего я не буду делать но тут как бы увидела чашку с утра ее помыла и я думаю вот расстроилась только нанесла крем на руки уже выходить уже некогда было и я просто поняла что у меня кожа мягкая он не смывается вот так с одного раза да хорошо увлажняет и следующий обновляющий флюид альфадерм его можно в общем-то рекомендовать как и для людей с проблемной кожей с высыпаниями так как ахакислоты они обладают кислой средой а у нас в кислой среде патогенная флора не живет но но еще я бы больше рекомендовала для людей с возрастной кожей ну условно возрастной кожей с первыми признаками старения людям с после где-то 45 лет когда все-таки обновление клеток оно удлиняется да альфадерм и пептиды обязательно нужно разделять потому что некоторые пептиды они вообще не живут в среде ниже 4 каш ждет своей очереди ну попробуйте хотя бы раз в неделю начинайте применять вы просто увидите разницу то есть даже с одного применения вы нужно применять на ночь обязательно можно ничем не закрывать то есть здесь флюидная такая кремовая текстура которая позволяет больше ничего не применять на кожу то есть я имею ввиду какие-то кремы и утром вы увидите более яркий цвет лица более ровный смотрите пептиды конечно же логичнее использовать вообще вечернее время ну в общем-то ничего страшного если вы будете использовать утром вечером сыворотку альфадерм либо альфадерм оставить там несколько раз в неделю например два раза в неделю использовать например сыворотку 5 пептидов вечером например пробиускин использовать утром то есть вот лизаты бактерий которые содержатся в этой сыворотке они будут помогать обновляться кожа хорошо восстанавливают они восстанавливают во-первых эпидермис хорошо и тем более если например воспаленная кожа если есть какие-то воспаления то лизаты бактерии они как раз таки хорошо все эти воспаления подтягивают так и что входит в состав обновляющего флюида альфадерм это миндальная кислота лимонная молочная яблочная глюконовая гликолевая аскорбиновая салициловая винная 5% в совокупности комплекс аквасил дмай сок алоэ вера то есть очень мягкая сыворотка она ну она может давать совсем совсем легкая ну если у вас чувствительная кожа к кх-кислотам ну легкое и совсем короткое время легкое пощипывание такое может быть но это не страшно единственное ну в чем отличие например каких-то временных явлений и аллергии это когда например у вас появляется покраснение зуд сыпь появляется покраснение такое которое поднимается над окружающими тканями тогда возможно это все-таки аллергическая реакция но когда легкое такое пощипывание которое быстро проходит особенно если кожа немножечко поврежденная давно ничего не использовали реактивная кожа также она может испытывать вот такие временные негативные явления которые потом проходят со временем с этой сывороткой все понятно я все проговорила может быть остались вопросы чтобы я не перескакивала потому что я смотрю что я между вопросами и средствами скачу это сыворотку альфа дерм ну в принципе ее можно еще использовать но опять же ее нужно использовать с SPF кремом обязательно если мы говорим о Москве то это где-то до SPF 30 если мы говорим о солнечных регионах то это SPF 50 плюс вопросики какие-нибудь или все спросили в процессе может быть что-то мы уже прошли если например косметологи либо кто-то из девушек например у кого есть гаджеты может быть интересуют какие-то еще сочетания вот тех средств которые мы прошли может быть что-то еще непонятно а я немножко отдохну как раз так ну что пошли дальше тогда и вот как раз таки то о чем я говорила наш всесезонный гель пилинг миндальная и фируловая кислота они имеют очень крупную молекулу поэтому они ложат этот пилинг очень поверхностный то есть он подходит для домашнего использования но все-таки чаще чем раз в неделю да в какой-то степени конечно да если вы делаете пилинги либо если с косметологом делаете то нужно все-таки предупредить его что вы используете сыворотку альфа-дерм если он дает добро на пролонгацию вот вот этого отшелушивания не сам пилинг будет действовать а будет отшелушиваться дольше кожи то можете использовать но опять же это может быть покраснение все-таки пересушивание кожи какой-то я бы порекомендовала после пилинга все-таки дней 5 подождать 5-7 дней и если где-то остатки шелушения у вас сохранились после профессионального пилинга то можно использовать альфа-дерм он очень мягко уберет остатки вот этого воспаления и немножечко восстановит кожу увлажнит ее еще дополнительно всесезонный гель пилинг пожалуйста миндальная фируловая кислота имеет крупную молекулу молочная кислота помимо того что ее можно использовать для чувствительной куперозной кожи она еще обладает и таким протективным увлажняющим действием если в малых количествах содержится это гелевый пилинг поэтому он достаточно быстро высыхает на коже и мы разделяем по составу и для купероза да ну смотрите если у вас сейчас обострение и яркий если гнойничковые воспаления то может быть лучше салициловый лосьон немножечко перевести воспаление в ремиссию вот тот лосьон который мы смотрели предыдущий двухпроцентный пилинг если вот нету таких воспалений знаете пустулы когда гнойничков много которые под пилингом могут вскрыться то есть вы можете разнести потом после умывания разнести всю эту инфекцию то есть лучше перевести это все в ремиссию и потом уже сделать этот пилинг немножечко приподнять кожу да для того чтобы если у вас остались какие-то рубчики там вот как раз такие то что мы говорили гиперпигментированные участки чтобы они немножечко подтянулись подходит для любого фототипа подходит для людей с куперозом с розацией но опять же если все-таки это вы знаете свое заболевание и у вас сейчас обострение то лучше не использовать то лучше его не использовать и молочная кислота она содержит натуральный увлажняющий фактор то есть она увлажняет и гелевая вот эта текстура пилинга она в принципе на коже находится экспозиция ее достаточно недолго если мы хотим продлить экспозицию пилинга то мы его наносим трехкратно с интервалом где-то в минуты три пептидный крем если наш Richie End Restore он конечно он вообще подходит полностью под пилинги потому что он обладает восстанавливающим действием там комплекс церамидов пептидов да подходит он как раз таки будет восстанавливать кожу и несмотря на свою плотность он в принципе он достаточно легко лежит на коже можно какую-то сыворотку нанести тот же ProBioskin вы можете использовать увлажняющий гель наш под SPF по три минутки по три минутки пилинга три минутки выждали второй слой нанесли еще три минутки выждали и третий слой нанесли три минуты подождали и все это умыли в целом у вас получилось девять минут я вот сейчас просто думаю что вам можно использовать под SPF это гель увлажняющий наш плюс увлажняющий плюс он практически нейтрален он будет только хорошо и глубоко увлажнять кожу в общем-то также можно 3D увлажнение наносить там три вида гиалуроновой кислоты вы пользовались так Наталья вы пользовались гелевыми текстурами вам подходят наши текстуры в общем-то смотрите гелевых текстур нужно наносить немножко на кожу распределить не растирать их а как бы немножечко припечатывая на лицо так что немножко выждать подождать пока кожа полностью впитает этот гель и следом нанести SPF крем гель не пробовали вот приобретите гель увлажняющий там в принципе он как раз таки посмотрите насколько он вообще ну вообще гелевые текстуры вам подойдут вообще я думаю что подойдет там такой достаточно простой но рабочий состав так я сказала о трехкратном нанесении всесезонного геля пилинга и дальше мы смываем и можем закрывать сывороткой кремом мы можем закрывать маской себорегулирующей например она успокоит кожу немножко если кожа немножечко покраснела перед пилингом можно нанести сделать энзимную маску то есть массаж не под пленку а именно массажными движениями отшелушить выровнять эпидермис и потом нанести всесезонный пилинг нет давайте вы один раз в неделю энзимную маску будете делать и один раз в неделю гель пилинг а то много очень получится или вообще гель пилинг там раз в 10 дней а энзимную маску раз в неделю и то может быть много все-таки лето скоро все-таки весна вы можете сделать курсом вот так пилинг раз в 10 дней энзимную маску раз в неделю либо раз в неделю всю эту процедуру смотрите как вы делаете энзимную маску потом следом вы делаете энзимную маску без пленки просто массажными движениями вы как бы отшелушиваете лицо дальше вы делаете всесезонный гель пилинг и следом наносите какое-то средство и делаете это раз в неделю ну раз 5-10 и потом все-таки гель пилинг откладываете на какой-то период времени можно так сделать это под SPF а утро вечер как я уже сказала можно использовать и под SPF и в ежедневный уход увлажняющий плюс и также можно использовать сыворотку 3D увлажнения а также наш увлажняющий крем вечером например можно использовать увлажняющий ночной крем он достаточно легкий пилингом ну лучше пилингом пользоваться все-таки курсом где-то сейчас все-таки весна и если мы работали с пигментацией то сейчас нам лучше все-таки уже завершать все эти процессы связанные с проблемами с пигментацией и уже делать уход больше упор на защиту на увлажнение на восстановление кожи если говорить о пилинге то может быть в летнее время я бы его рекомендовала может быть там раз в 3 недели много не всегда хорошо да потому что ну все-таки это весна и лето и уровень инсоляции разный все-таки вы смотрите пожалуйста прогноз погоды постоянно всегда защищайте свою кожу и как я вам сказала вот такие вот протоколы протоколы у нас еще есть на сайте под каждым средством там описаны но в общем-то еще и вот такие протоколы можно использовать то есть можно обыгрывать этот пилинг по-разному но лучше я все-таки придерживаюсь того мнения что пилинги лучше использовать как-то курсом раз в неделю попользовались там например номером 5 ну раз 5 5 недель получается использовали и отложили если смотрите если все-таки сейчас сезон отпусков начнется если вы все-таки готовите например кожу к отпуску то за 2 недели до отпуска вы отменяете вот этот пилинг и такие средства с аха-кислотами и после приезда теплых стран каких-то вы начинаете использовать средства такие с аха-кислотами с алициловой той же кислотой начинайте использовать тоже через 2 недели ну скажем так не то чтобы не обязательно но все-таки лучше что-то на сыворотку наносить если опять же смотря какой тип кожи у вас если у вас кожа жирная либо склонная к жирности кожа комбинированно то ну если вам хватает этого то в общем-то и можно и так оставить но лучше все-таки у нас очень легкий увлажняющий крем с SPF 10 и также крем для комбинированной кожи SPF 15 поэтому в принципе если в день вы можете наносить вот так с кремом летом смотрите я еще раз вам проговорю если вы вы должны смотреть уровень инсоляции если вы понимаете что скоро яркое солнце что вы будете загорать или там где-то выезжать на природу то лучше делать раз в месяц этот пилинг не делать его курсом если вы знаете если вы сейчас как бы вот в Москве живете вот эти серые погодные условия и вы понимаете что никуда не выходите практически туда делайте пожалуйста раз в неделю пять раз да спокойно делайте единственное что если вдруг куда-то соберетесь и где-то будете на природе то все-таки лучше защищать кожу кремом SPF где-то за дня три-четыре где-то так я про лазерную эпиляцию я вас значит наверное не поняла я думала я думала на сыворотку да конечно сначала сыворотка потом крем естественно а что вы можете под сыворотку нанести под сыворотку вы можете нанести только либо освежающий тоник с аха кислотами либо один из наших тоников с гиалуроновой кислотой либо с алоэ вера либо какой-то тоник из серии заю под сыворотку что вы еще можете нанести сыворотку да сверху закрывают кремом смотрите вообще есть стандарты ухода есть стандарты ухода сначала мы очищаем то есть мы делаем демакияж дальше мы очищаем кожу просто подготавливаем ее снимаем если мы что-то недомыли остатки например косметики грязи которая например если мы целый день были где-то на улице на работе дальше мы тонизируем кожу например если нам необходимо мы ее отшелушиваем то есть например это энзимная маска либо это какое-то отшелушивающее средство а дальше мы наносим сыворотку и финальный крем ну и мы можем после отшелушивания включить этап маски вот только в таком порядке никак по-другому под сыворотку крем мы не наносим под сыворотку крем мы не наносим мы наносим крем на сыворотку итак мы разобрались с пилингом всем все понятно вы все свои вопросы задали смотрите ph 2.46 ph достаточно кислая но учитывая что все-таки здесь у кислот достаточно крупная молекула поэтому пилинг не агрессивный давайте немножко подожду чтобы я потом не сбивалась а то у меня получается немножечко скомканно я уже начинаю другое средство рассказывать а от вас только немножечко с запозданием приходит сообщение поэтому ну буквально секундочку подожду вам интересно может быть как-то сменить формат если интересно поставьте единичку если не интересно поставьте двоечку двойку ура благодарю очень приятно так это здорово что ж раз не поступают больше вопросы по всесезонному гелю пилингу всем все понятно либо однократное нанесение либо трехкратное с интервалом в три минуты пилинг достаточно поверхностный можно с розацией с куперозом но не в острую фазу и на окне когда много окне и много вот этих вот прищечков да пустулезная такая форма крупная то тогда лучше тоже немножечко повременить и как-то перевести в этап ремиссии вот смотрите какая картина интересная где вот такой агрессивный свободный радикал видите отбирает заражает клеточку и следующая клеточка она тоже начинает забирать электрон и это называется вот таким окислительным стрессом процедура оксидативным стрессом когда свободный радикал он как бы заражает клетки и вызывает цепную реакцию и в принципе у нас свободные радикалы они у нас присутствуют в малом количестве в нашем организме в нашем организме присутствуют свободные радикалы в малом количестве для того чтобы например бороться с патогенной флорой какой-то например подавлять фагоциты они в общем-то выделяют поглощают кислород выделяют энергию определенную и в общем-то разрушают какие-то неправильные клеточки но учитывая то что мы живем с вами не в очень благоприятных условиях как вот у нас наш еще наш заслуженный тренер Ирина Егорова говорит не умываемся росой и не бегаем по горам где-то в Гималаях то понятно что у нас очень много накапливается свободных радикалов и происходит цепная реакция после чего запускается перекисное окисление липидов и дальше гликация коллагена который является необратимым процессом и вот первичные свободные радикалы они в малых количествах но так как у нас неблагоприятные условия жизни у нас есть например мы все иногда грешим тем что ну или не все ну 90% людей грешат тем что питаемся мы иногда сладкими какими-то продуктами длительного хранения которые также содержат большое количество свободных радикалов то есть это достаточно агрессивная пища и что еще может влиять радиация даже в небольших количествах но если она постоянная если это курение сейчас очень много вот используют вот эти вот как они называются вайпы или ну вот эти вот штучки с дымом дастам внутри то есть все это провоцирует вот перекисное окисление липидов и гликацию коллагена и что к чему это ведет это ведет к преждевременному старению и также к появлению гиперпигментации то есть кожа у нас у нас нарушается вообще работа клеток да и кожа она у нас неправильно делится она устает быстро и если она там в норме должна отшелушиваться если у молодых например отшелушивается в течение ну скажем так примерно 60 дней то с возрастом она у нас отшелушивается в течение там несколько полтора два месяца вот поэтому для этого я в общем-то и рассказывала так много о вот этих вот отшелушивающих эксфолирующих средствах для того чтобы вы понимали что вот эти омертвевшие кератиноциты они лежат у нас на коже и они не шелушиваются у нас портится цвет лица соответственно у нас появляются всевозможные проблемы в виде сосудов воспалений и так далее и вот эти все неблагоприятные факторы они являются фабрикой для производства свободных радикалов и как я вот показывала там в самом начале у нас клеточка меланоцит и там я вам показывала митохондрия и вот митохондрии они выделяют большое количество энергии они в принципе созданы для этого это вот наши как бы когда-то давным-давно эти микроорганизмы встроились в наше тело и вот появился такой симбиоз гиперпигментации когда происходит вот вот такая цепная реакция перекисное окисление липидов то мембраны клеток они разрушаются и мембраны митохондрии разрушаются и высвобождается как бы неправильное количество энергии и появляются вот всевозможные проблемы на коже вот немножечко в общем-то о процессе гиперпигментации и процессе преждевременного старения и что же с этим делать как с этим бороться то есть если у нас есть оксиданты да то у нас должны быть и антиоксиданты и вот о чем я хочу сказать в общем-то к чему я веду что антиоксиданты они как раз таки особенно в весенне-летний период они нам необходимы потому что свободные радикалы у нас еще появляются из-за активного воздействия ультрафиолетовых лучей то есть это вот был сначала это была основная теория что вот из-за агрессивного воздействия такого появляются вот эти свободные радикалы и вот то что я вам сказала когда первичные свободные радикалы которые подавляют ненужные нам микроорганизмы и раковые клетки и вторичные свободные радикалы это те которые разрушают уже наши здоровые клеточки и то о чем я говорила можете вот посмотреть почитать это следующий каскад реакции это перекисное окисление липидов и дальше гликация коллагена которая является необратимой и нам необходимо все это остановить и это в принципе вот этот весь страшный ужас мы можем остановить ну естественно понятно что это образ жизни это пищевые привычки какие-то да то есть мы должны позаботиться о себе но и в частности мы можем позаботиться о себе например нанося средства с антиоксидантами на кожу и также принимая вовнутрь какие-то антиоксиданты в виде например биологически активных добавок микроэлементов и витаминов естественно все это желательно сначала проверять биохимически смотреть каких минералов или витаминов не хватает нам да и потом уже все это восстанавливать еще кстати говоря хочу сказать вам про витамин D делается анализ да на этот витамин можно посмотреть сколько его дело в том что витамин D у нас теряется в большом количестве и не накапливается особенно когда мы живем в таких условиях например как в Москве в Тюмени где серо достаточно долго холодно и еще есть такой момент когда у женщины в период преклимактерический климактерический у нее теряется большое количество витамина D он не накапливается в организме теряется кальций соответственно и важно проверять это все и отслеживать нижние границы нормы и стараться принимать как бы солнечные ванны либо принимать в пероральной форме этот витамин и это относится как раз таки к загару когда мы загораем у нас появляется настроение у нас улучшается память это все связано у нас вообще когнитивные функции они улучшаются мыслительные но это связано с выработкой витамина D поэтому вот смотрите проверяйте себя и в частности это в какой-то степени остановит все необратимые процессы в определенном интересном возрасте и вот смотрите профилактика гиперпигментации эффективная борьба со свободными радикалами и здесь я в пример привела несколько антиоксидантов это сыворотка C Energy хочу заметить что у нас вот в пенке с витамином С и во всех средствах с витамином С у нас сам витамин содержится только в стабильной форме то есть у нас в кислой форме его нет и например в сыворотке C Energy он содержится в свободной форме или посомально то есть в двух формах он действует и на поверхности и как бы липосомально он проникает глубоко в эпидермис также это сыворотка антиоксидантная это ну как бы сборник такой антиоксидантов мощных Росвератрол который был когда-то открыт в косточках винограда это неоциноамид фируловая кислота в малом количестве она обладает протективным увлажняющим действием и в общем-то так ну у меня тут наверное дальше мы СПФ и в общем-то а и еще там содержится 10% дегитра кверцетина смотрите антиоксидантные сыворотки их логично применять в первой половине дня когда нам нужно бороться со свободными радикалами для того чтобы профилактировать гиперпигментацию и профилактировать преждевременное старение фотостарение желательно утром единственное что смотрите может быть начните принимать применять сыворотку с витамином С Сиэнерджи может быть там 2-3 раза в неделю посмотрите потому что если у кого-то есть аллергия на витамин С будьте внимательны да вы знаете мне кажется что после Сиэнерджи она сразу же свежеет эта сыворотка она вообще хороша для людей потому что там содержится дегитра кверцетин и ниоценамид эта сыворотка хороша вообще для людей у кого купероз ярко выражен у кого розация то есть дегитра кверцетин с ниоценамидом они будут хорошо работать вот именно на сосудистую сеточку дополнительно вот и будут работать с возрастными изменениями в частности еще еще одна сыворотка это Stop Time еще одна сыворотка это Stop Time 25 она содержит витамины АЕС и гиалуроновую кислоту вот эта гиалуроновая кислота она как бы восстанавливает кожу и создает такую кристаллическую решеточку которая не дает пересыхать кожу и витамины они как раз таки обладают антиоксидантным мощным действием то есть они содержатся в большом количестве и плюс ко всему эта сыворотка она помимо того что она антиоксидантная она создает еще и такой эффект лифтинга небольшой и еще плюс ко всему и увлажняющим действием обладает еще одна сыворотка это из линии Заю но я сказала что я не рассказываю сегодня об этой линии но тройбэбэйфейс я не смогла не включить потому что здесь богатейший состав сыворотки здесь и витамин С и неоцинамид и огромное количество компонентов всевозможных экстрактов экстракт малины сок алоэ вера то есть она настолько с богатым составом плюс еще она обладает таким дренажным мягким действием то есть ее точно так же вот эту сыворотку тройбэбэйфейс можно использовать утром мы обычно как у нас получается мы в течение дня отекаем нижняя часть у нас отекает а утром когда мы просыпаемся у нас отекает больше лицо у нас пастозные глазки и само личико и вот для того чтобы убрать вот эти явления пастозности и плюс ко всему еще нанести на себя антиоксидантную защиту и бороться со свободными радикалами и в частности с гиперпигментацией вот хорошо принимать применять вот эту сыворотку true baby face я не знаю кто-то может быть пользовался ею может быть оно единственное смотрите если что касается аллергической реакции если вы все-таки полиаллергик то можно взять пробнички попробовать наши сначала и потом уже если все хорошо можно применять в общем-то на постоянной основе еще одна сыворотка это пробиоскин про которую я уже много раз сегодня говорила здесь содержатся лизаты лактобактерий и значит был такой эксперимент когда маску из лизатов бактерий наносили на кожу лица которая была с воспалениями значит заживление этой кожи оно ускорилось я уже не помню насколько но в разы то есть вот лизаты бактерии они как полезных нам бактерий резидентных нашей кожи они как способствуют восстановлению микробиоты местного иммунитета у нас на коже если мы например после зимы это хорошо да плюс это антиоксидантная защита это хорошо например если мы переболели чем-то даже обычной простудой и после всевозможных да вот это после пилингов то есть для восстановления кожи у меня ее к сожалению нет вот так чтобы вам показать она вот такая вот розово-красненькая такая ее очень хорошо применять например если у вас просто иммунитет немножечко снизился непонятно что с кожей можно ее использовать и вот как раз таки хорошо если вы например используете наш пилинг всесезонный и плюс еще сыворотку пробиоскин для того чтобы восстанавливалась микробиота если вы как раз таки работаете с проблемами пигментации да она розово-красненькая такая белая с красненьким и еще одну сыворот хочу порекомендовать это сыворотка вернее не сыворотка а гель тонизирующий и здесь содержится гиалуроновая кислота грязи озера островное витамины АЕС грязи озера островное это в общем-то ну по большому счету это экстракты планктона да гель тонизирующий кстати вот если здесь есть профессионалы особенно кто хочет подобрать себе какой-то уход в кабинет вот если косметологи коллеги сидят то гель достаточно плотный он универсальный его хорошо использовать под любые аппараты и плюс еще антиоксидантная защита он подходит под любой тип кожи и обладает хорошей электропроводимостью если у кого-то есть гаджеты гель тонизирующий прекрасно будет увлажнять и как бы знаете вот для атоничной кожи да вот то что я говорила сегодня уже когда кожа курильщика ну например не курильщик но это вот образное название когда от кожи такая атоничная серая когда и хочется ее взбодрить и вот как мне кто-то писал что после сиэнерджи после нескольких нанесений кожа засветилась изнутри потому что усилилась синтез усиливается синтез АТФ вот эти митохондрии пресловутые да которые вред и пользу ну больше пользы они конечно приносят но вот эти митохондрии они начинают прям активничать когда вот у них появляется большое количество витаминов антиоксидантов всевозможных они начинают активно-активно бегать в клеточке и выделять огромное количество энергии вообще так это немножечко отойду от темы вообще у нас сейчас очень много заболеваний которые связывают вот как раз таки с митохондриальной недостаточностью и в частности это вот серый такой цвет кожи когда вялость апатия усталость непонятно что хочется это вот как раз связано с тем что у нас просто вот запущены какие-то неправильные механизмы в организме и нам нужны какие-то антиоксидантные средства восстанавливающие либо внутрь либо наружу ну и понятно что здоровый образ жизни еще я проговорила сегодня про увлажняющий крем с SPF 10 да и еще хочу отметить крем мегаполис тоже из линии ZU почему потому что в этом креме он хорошо подойдет к сыворотке Pro Bio Skin либо к сыворотке True Baby Face кстати говоря я забыла сказать что в True Baby Face там тоже есть лизатый бактерий и вот мегаполис он тоже содержит лизатый лактобактерий и еще обладает SPF 10 защитой он очень легкий и как бы он будет работать на коже как антиполютант то есть будет защищать кожу от агрессивного воздействия окружающей среды и немножечко у нас вы устали наверное уже кто устал поставьте единички кто устал у нас вообще сколько людей осталось я что-то что-то не могу увидеть сколько у нас людей осталось ни за что ну давайте потерпите еще прям чуть-чуть я понимаю правда что я что-то да-да-да тонкости много ну да извините пожалуйста так давайте быстренько уже сейчас чтобы действительно медик медика поймет спасибо большое давайте быстренько пробежимся да смотрите правила ну в общем-то я большую часть проговорила уже да всего но еще буквально мы проговорим что обновление SPF крема каждые 2-3 часа но эти каждые 2 часа если вы постоянно находитесь на солнце если вы выбежали на работу там рано с утра и уже поздно вечером когда уже смеркается вы идете домой то понятно что SPF не нужно ни обновлять ни как бы не использовать какой-то высокий фактор защиты мы знаем что нужно обязательно отслеживать факт уровень инсоляции да если до 3 то мы если от 3 ну даже больше например 5-6-7 то лучше использовать кремы SPF 30-50 антиоксиданты внутрь и наружу как я уже говорила механическая защита это там шляпы какие-то платки и так далее и все-таки исключить по возможности если вы неопытный человек если вы недавно используете ретинол и кислоты то лучше использовать ретинол и кислоты либо в вечернее время либо как я уже говорила постепенно отменять их нет лучше смотрите лучше умыться вечером потому что вы целый день ходили потому что у вас все равно какие-то остатки смога пыли грязи это вот как раз таки вопрос к свободным радикалам все-таки лучше у нас очень мягкие павы они не повредят вашу липидную мантию лучше умыться очищающим средством тоником и дальше кожа когда высохнет полностью тогда нанести ретинол и смотрите ретинол наносится только вечером потому что на солнце он разрушается это очень нестабильная формула и вот я уже говорила про крем комбинированный я про него много сегодня говорила SPF 15 он подходит в принципе для городских жителей с комбинированной жирной кожей да все правильно с комбинированной кожей здесь в принципе очень мало жиров здесь содержатся химические фильтры и знаете что например химические фильтры их наносят где-то за полчаса до выхода на солнце тогда как физические фильтры можно наносить и сразу же выходить на улицу вот химические фильтры они должны попасть в кожу должны встроиться потому что они работают немножечко по-другому они как бы преобразуют вот эту тепловую энергию которая поступает от солнца я не совсем понимаю после вечернего если вы уже вечером пришли умылись смотрите вы наносите на очищенную кожу только на очищенную кожу ретинол вы не наносите ни на какие средства нет нет ни в коем случае у нас нет таких средств нет это химические фильтры они не обладают никакой токсичностью ни тем более гормонами у нас нет употребления смотрите если вы уже например с улицы пришли и умылись пенкой то можете не умываться пенкой можете не умываться вы можете просто как бы убрать что-то там тоником но ретинол всегда да в мультипротекторе и химические и физические фильтры там 5 химических фильтров и 2 физических оксицинка и диоксид титана экран так про этот крем все понятно крем мультипротектор SPF 50 oil free я уже сейчас только что про него сказала смотрите правило нанесения вообще это пол чайной ложки вообще-то ну смотрите если вы на солнце и вы не хотите чтобы у вас прогрессировала гиперпигментация если она у вас есть и вы хотите нормально себя защитить то вы берете немножечко крема наносите его на лицо ждете 5 минут ну либо до полного высыхания потом берете вторую порцию наносите на лицо опять до полного высыхания и третью порцию так вот более комфортно то есть он так тогда не лежит ну вообще по стандартам да да по стандартам да ну такие вот такие правила то есть только с таким экраном можно защитить себя полностью от солнца и имейте ввиду что у нас меланогенез это общий процесс если вы защищаете прямо интенсивно лицо но телом вы полноценно загораете пигмент у вас потемнеет почему потому что пигмент он у нас циркулирует он у нас везде поэтому в любом случае если ну на тело не нужно прям 50 плюс да наносить но все равно какую-то защиту нужно наносить либо не загорать активно наше сиси крема это вот мои любимчики 0.1 и 0.2 0.1 он больше там содержит больше светоотражающих частичек а в 0.2 там содержится больше пигментообразующих частичек но также содержится и светоотражающие нитритбора это сиси крем он полупрозрачный вообще все сиси крема они имеют полупрозрачную текстуру и они не должны быть плотными нет смотрите разнесите пожалуйста литинол всегда монопрепарат вот сейчас я только поняла о чем вы говорите ретинол это исключительно монопрепарат вы никогда ничего не смешиваете с ретинолом если вы в этот день наносите ретинол то вы очищаете кожу тонизируете ее ждете когда она высохнет наносите ретинол и ложитесь спать никаких 5 пептидов ничего ничего другого 5 пептидов вы можете нанести в другой день это понятно да и так и так значит в сиси креме сиси крем он всегда полупрозрачные текстуры практически еле тонирующие содержит химические факторы защиты и нитрит бора такой светоотражающий что я должна была ответить химические 5 химических и 2 физических то есть мультипротектор за 30 минут до выхода ну смотрите в общем-то не обязательно за 30 минут до выхода потому что там все равно будут играть еще и физические фильтры эти экраны они как бы пока вы будете выходить они в принципе не дадут солнцу проникнуть то есть пока вы ну можете за минуту 10-15 нанести до выхода не обязательно за полчаса то есть физический экран он будет работать пока что пока будет работать вот проникать вот эти химические факторы так сиси крем и хранить его нужно исключительно да да совершенно верно 10-15 минут до выхода в 3 этапа да все правильно и смотрите вот сиси крем он должен вот так стоять тюбик то есть он не должен лежать пожалуйста он не должен лежать он должен находиться вот в таком положении здесь по-моему все понятно да с ним то есть мы его наносим ну он защищает в общем-то видите от всех видов лучей и я считаю что это наверное вот такой плюс-минус для городского жителя да немножечко с тонирующим эффектом да еще и с SPF почему должен стоять потому что здесь пигментообразующие частички которые они могут осесть там где-то ну так образно говоря вот то есть он должен вот так вот находиться в вертикальном положении потому что вот эти вот пигментообразующие частички они должны быть как бы вот в таком виде кстати кожа не жирнится подходит для любого типа кожи выравнивает тон но смотрите любые полимеры мы должны обязательно смывать а здесь содержатся полимеры в небольшом количестве в виде вот этих пигментообразующих частичек но они содержатся там они безвредные да у вас ну как бы встряхнуть можно и встряхнуть но лучше мне кажется все-таки вот в таком стоячем положении можно и встряхивать попробуйте значит что я хотела сказать про полимеры они совершенно безвредные они дают коже дышать они выстилаются такой прослоечкой как бы они не лежат как минеральные масла да вот пленкой какой-то нет ни в коем случае но они они абсолютно интактные и их обязательно нужно смыть в конце дня потому что они вы знаете как груз на коже будут интактно продолжать лежать то есть они будут мешать дышать коже то есть не от самих полимеров там может начаться какие-то проблемы а из-за того что там да да совершенно силикон да полимер силикон да из-за того что там какие-то участки лежат на коже но если вы например регулярно не смываете если один раз вы не смыли ничего я думаю страшного не произойдет инкапсулированный пигмент так и следующее средство это гель праймер антиоксидант протекшн SPF 30 значит что в этом средстве хорошо что он матирует его можно да это это не спросили я думала что меня снова спросили прошу прощения и здесь тоже содержатся летучие полимеры и когда крем ложится он выстилается такой бархатистой матовой поверхностью и он еще плюс ко всему водостойки то есть он подходит и для мужчин и для женщин то есть им можно активно заниматься каким-то там спортом да если вы едете например на активный отдых какой-то там я не помню как это называется там с парусами с каким-нибудь и плюс ко всему еще содержит альфа-липоевую кислоту которая является антиоксидантным мощным витамин F масло сладкого миндаля то есть еще плюс ко всему и увлажняет и восстанавливает кожу подходит для любого фототипа и смотрите я бы рекомендовала под любой SPF даже если у вас очень жирная кожа все-таки для своего типа кожи применять какое-то средство какую-то минимальную сыворотку хотя бы чуть-чуть то есть не использовать сразу на очищение все-таки что-то положить какую-то сыворотку какой-то гель там тот же увлажняющий гель который подходит для любого типа кожи например если очень жирная кожа то можно гель для жирной кожи там содержится коллоидная сера в небольшом количестве которая будет и как раз таки работать с гиперсекрецией сальных желез плюс еще у нас есть матирующий флюид для комбинированной жирной кожи у нас есть тоник для комбинированной жирной кожи матирующий он с коламином его то есть здесь осадок если его хорошо встряхнуть он такой знаете приобретает матовый оттенок и он хорошо в течение дня хорошо матирует кстати в матирующем флюиде содержится огромное количество антиоксидантов плюс еще содержится витамин минеральное вещество цинк я уже заговариваюсь прошу прощения 2.15 разговариваем но в общем-то это ничего страшного я думаю что вы меня понимаете все и в общем-то вот эти средства хотя бы эти средства наносить под спф чтобы не на голую кожу потому что это может провоцировать либо повышенную сухость потом неприятные такие ощущения знаете явления гиперкератоза либо наоборот активную выработку себума то есть чтобы кожа не считывала это как стресс ну и как я обещала в конце гель интенсив регенерация мы конечно проговорили про него про этот гель да гель сокращает реабилитационный период содержит хитозан бета-глюкан сок алоэ вера пантенол экстракт ромашки календул и высокомолекулярную гиалуроновую кислоту то есть он обладает очень активной очень активной регенерацией и то что я вам говорила если например на обожженную кожу если на отдыхе да находится ребенок муж или вы то вот обработать тоником с алоэ вера плюс еще гелем интенсив регенерация и в общем-то я так думаю что на следующий день человек будет уже в строю снова и сможет может быть конечно не загорать активно но во всяком случае не будет вот таких вот ощущений каких-то болезненных вот ребят смотрите мы в общем-то все закончили какие вопросы у вас остались вот я выбрала леопарда потому что все-таки у нас был разговор про гиперпигментацию вот такую киску сегодня вы живы девочки самые стойкие девочки спортивный солнцезащитный гель это практически аналог до этого крема там немножечко ну совсем маленькая маленькие изменения в составе и плюс еще мужская отдушка но он практически такой же да пожалуйста ну у нас еще не последний вебинар то есть невозможно охватить огромное количество информации у нас есть выложены на ютуб канале и в наших влогах в общем-то очень много информации мои коллеги они рассказывают тоже очень подробно и может быть даже интереснее смотрите какие темы вас интересуют и пишите задавайте вопросы на сайте если они появятся например после вебинара я благодарю вас сердечно что вы выдержали все это время и что послушали меня что откликались на все мои вопросы что задавали вопросы это очень приятно по пройденному сертификат вы знаете я вот вы позвоните пожалуйста в цдк узнать потому что я вот затрудняюсь ответить на этот вопрос если честно крем попробуйте интенсив регенерацию если только но если ребенок маленький то лучше все-таки с дерматологом посоветоваться там обычно для топиков с таким с большим количеством эмалантов используют кремы но в общем-то что еще для регенерации у нас можно попробовать но я не буду советовать если честно ричин дристор но нет там с пептидами это не для ребенка так вот на скидку я сейчас не могу сказать но может быть увлажняющий крем лучше все-таки посоветоваться с дерматологом потому что здесь все-таки ребенок я сложно мне сказать тем более если маленький то есть атопический дерматит он же связан как-то наверное с какими-то аллергиями НМФ восстановление но опять же я не могу посоветовать это рекомендовать именно ребенку все-таки на что аллергия у ребенка и ну это не совсем все-таки детская косметика то есть очищение да интенсив регенерация да тоники какие-то да но вот именно по поводу кремов я бы все-таки все-таки воздержалась бы пожалуйста пожалуйста ну что если все больше вопросов нет наверное будем закругляться спасибо вам огромное за вашу помощь за то что слышали мои ошибки и за то что помогали мне сегодня